всем здорово с вами снова версует и это видео посвящено катакомбам 20 с недавнего времени катакомбы у нас немножко урезались по времени и стали они 15 минут длиться и соответственно у вас будет меньше времени чтобы пофармить в катакомбах и вы сможете быстрее из них выйти сделано это для того чтобы когда две команды собирается твинов или незнающих людей чтобы они не фармили там полчаса целых а побыстрее разбирались и если очки у обоих команд не будут набраны до 10 тысяч и босс не упадет а просто их выкинь и там с ничего и либо с поражением обе команды и так давайте посмотрим что у нас вообще в катакомбах есть все осталось по-прежнему точно также вы пробегаете изначально если хотите оформить бежите до красных телепортов появляетесь здесь тоже в этих комнатах пройдя их здесь у вас будут монстры отфармливаете тут споты показываю два спота одной команды другой команды в зависимости от выбора телепорта вы переместитесь на какой-то из материков собственно отфармливаете здесь мобов дальше идете сюда к табличкам здесь мобиков отфармливаете ну и в принципе у вас уже будет подходить время для следующей комнаты в 12 минут открываются следующие комнаты где вот здесь у телепортера вы сможете сделать телепорт в первой строке вас переместит вот в эти желтые телепорты после того как вы протонули за ту единую команду у желтого телепорта здесь будут стоять монстры их открабливаете получаете много опыта много монет и бежите дальше отфармливать там возле табличек монстров но в это же время примерно как только вы открабите здесь монстров будут появляться сундуки то есть на первом этаже если вы помните появляются сундуки здесь здесь и здесь может даже здесь иногда появится также здесь есть пару спотов сундуков то есть появляются золотые сундуки сундук убивается с одной и двух тычек с него получаете стабильно около полумиллиона опыта на втором этаже здесь. Фармить сундуки нет смысла. Так же, как и здесь. Они попросту собагованы, и их нельзя будет убить. С них вы ничего не выбьете. Поэтому отфармливаем сундуки на первом этаже. Сундуки появляются в две волны. Первая волна на 12-й минуте, потом еще одна волна через минуту, по-моему, либо через две. Не помню точно, но их точно две волны. Поэтому, если вы хотите покорабить опыт, оставайтесь на этаже и ждите. Чаще всего ко второй волне уже появляется босс лилиты, его нужно бежать заливать. Если вы хотите помочь своей команде выиграть, то, конечно же, идете на босса. Итак, давайте посмотрим, какие у нас свитки есть. Первый свиток, это свиток Фира. Проюзав его, все вокруг ближайшие враги будут бегать, сломя голову. Секунд, наверное, 7, так точно. Они будут, ну, ослеплены и не смогут управлять своим персонажем. Дальше, свиток регенерации. Восстанавливает 50% от вашего текущего здоровья. Свиток какой-то божественный, по-моему, сил. Увеличивает ваш урон, сопротивление всем стихиям. То есть, дает вам больше хп. Вместо 10 тысяч у вас будет около 30 тысяч хп. Свитки юзаются только в зоне, то есть в зоне войны. Здесь они не проюзываются, соответственно, чтобы проюзать свиток, в частности, вот этот, чтобы забафаться. Вы сначала делаете телепорт в любую зону, где вы можете сражаться, юзаете свиток, потом делаете телепорт. После того, как вы сделали телепорт, вы отрегениваете хп себе и на полном хп уже врываетесь на босс, либо когда вы хотите. Свиток действует, по-моему, этот около минуты, либо полутора минут, поэтому одного-двух свитков вам, в принципе, хватит, чтобы пофармить и забить босса. Следующий свиток, свиток, который дает вам защиту и иммунитет ко всем видам атак, то есть вас попросту никто не пробьет, и босс будет наносить вам ноль урона. И последний свиток, это дебаф. Он замедляет скорость атаки, скорость движения ваших врагов. По-моему, даже действует на союзник, но это не точно. В принципе, суть должна быть понятна. В основном все в катакомбах, конечно же, направлены на парм, чтобы покрабить опыт и, в конце концов, забрать босса. Но даже если вы босса не заберете, вы получите такой вот осколочек из сундука эссенса катакомб. Потом из двух эссенций создадите один сундук, из которого вы стабильно вытащите один осколок на гатиона, либо на карту класса. Здесь, в принципе, все просто и понятно. Единственное, что вы должны теперь понять для себя, изменились тайминги. Вот и все. Из-за того, что поменялись тайминги, немножко упростились катакомбы, но если вы играете в многооконном режиме, то вам будет, наверное, посложнее все это делать, поскольку фарм здесь гораздо быстрее проходит. Итак, стартовали катакомбы, и время на таймере ровно 15 минут. За это время вы должны успеть отфармить все необходимые споты, заработать себе опыта, очков, ну и, соответственно, зафармить босса. Если вы это сделать не успеете, то вас выкинет из катакомб, я так полагаю, с проигрышем у обеих команд. Но как будет это на самом деле, я ни разу не проверял, поскольку столько времени никто еще не проходил катакомбы. Поэтому, собственно, время и урезали, чтобы все остальные люди меньше тратили на это своего личного времени. Пробегаете до мобов, приведя синие полосы на полу, которые вас заферяют, и начинаете фармить. Если вы массовик, то здесь он будет максимально профитно пофармить. С каждого мобика по 500 тысяч будете получать. Очень хороший буст по опыту для лоу-левельных игроков, ну и также для хай-левела, также поможет вам держаться в топе и, в общем, прокачиваться на халяву. Едем дальше. После того, как вы зафармли здесь, идете к фиолетовым табличкам и тут фармливаете этих рыцарей ада. Забираете трех рыцарей, даже четырех. В принципе, все. Когда пойдет отсчет 1159, появится здесь НПЦ, у которого мы сделаем телепорт вот в эти локации. Итак, 1159, нужно протонуться молитвелью воскрешения и начать фармить мобов. Вот вы вылезли из телепорта, пошли крабить, телепортироваться здесь, через шарик, чтобы попасть к вражескому телепорту. Но это делать вряд ли понадобится, потому что там уже будут мобы все зафармлены. Появляются сундуки, как я говорил, с этих вы ничего не получите. Они попросту неразрушаемые. Делаем телепорт в город и бежим к другим сундукам. Вот на первом этаже есть сундучки, с которых падает опыт и свитки. Вот, пожалуйста, 500 тысяч опыта свиточек. Бежим дальше. Немногие, видимо, знают, что можно фармить сундуки. Почему-то их не фармят. Стоят пвпшцы и ничего не хотят делать. Вот, пожалуйста, еще сундучок. То есть максимально у меня какие-то неопытные тиммейты, видимо, попались. Они не зафармили ничего, по слову, совсем. Бежите дальше. Пробегаете весь этаж. Сейчас будет вторая волна сундуков, кстати. И вы можете что-нибудь здесь лутануть. Вот еще один сундучок стоит. Очень много свитков восстановления. Судя по всему, будем хиляться. На 10-й минуте появится еще одна волна сундуков. Которую вы также сможете открыть. И уже, в принципе, по очкам, наверное, нужно будет ротироваться к боссу. На боссе максимально опроюзывайте дебафы, чтобы не давать вашим соперникам фармить босса, поскольку по итогу набранных очков вы будете получать конечные награды. То есть победу, либо проигрыш. Вот тут битва за опыт. Опыт важнее, чем какие-то свитки. Потому что 500 тысяч опыта — это очень много мобов. Это как минимум 50 мобов в лоа, где вы потратите на них ресурсы, время. А здесь вы все быстренько отфармливаете, без каких-либо проблем. Вот я уже, кстати, выбил свиточек один. Даже два. Все неплохо. Есть дебаф. Проглажаем отфармливать сундуки. И набивать свой опыт. Видим очков уже 10 тысяч. Проюзываем баф. Заходим в мирную зону. Отхиливаемся. У нас есть монетки. Покупаем один еще дополнительный сундук. Со свитком. И телепортимся на босса, поскольку сейчас будет самое время, чтобы его фармить. 9999 очков. У нас, к сожалению, свитки только на дебаф остались, поэтому будем дебафать сейчас противников, чтобы не били медленнее. Оп, провязали дебаф. Татируемся дальше. Влагу, у нас много свитков отхила есть. Мы сможем быстренько хилляться. Вот, понимаете, да? Противники кидают фир, и я постоянно в нем бегаю. Тут также все противники у нас в фире стоят, и союзники. Поэтому мы наносим меньше дамага по боссу, и это очень решающий свиток, на самом деле. Самый профитный. Даже если у вас не выпали остальные свитки, а выпало 5 свитков фира, вы всю вражескую команду сможете задебафать. И знаете, там, те 5-6 секунд, которые они проведут в фире, будут решающими на этом боссе. Поэтому не забывайте про это. Дебаф, конечно, хорошо, но не так профитно, как все остальное. Поэтому, собственно говоря, и дефит. Мы проиграли. Мы проиграли. Открываем. Ну, как я сказал, проигрыш. Это еще не конец. Мы получили осколок. За осколок мы крафтим сундук. Из сундука получаем 100% осколок. Давайте посмотрим, что это будет за осколок. Осколок агатиона. К сожалению, у меня оставался один осколок на карту, но он не выпал. Поэтому кладем агатиончика сюда. Ну что ж, вот и подошло к концу видео. Это комбы 2.0. Надеюсь, оно было информативно и очень интересно. Ставь лайк, пиши комментарии. А с вами был Вирусоид. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok